Глоссарий к этому сюжету таков. Слово первое, которое кому-нибудь да незнакомо. КУНГ. Это аббревиатура от слов кузов унифицированной. Такая вот будка, снабженная системами отопления, вентиляции, бытовым оборудованием. Нужна для размещения народа, лаборатории, ремонтных мастерских, полевых кухонь, медпунктов и т.д. Поприклавочки. Три. Две по краям и одна по центру. Слово второе. Новотранс. Это оператор железнодорожного подвижного состава. Общий парк и грузовых вагонов Новотранса более 28 тысяч штук. Есть и собственное ремонтное производство для всех этих штук. На случай, если они поломаются. Это Каширский вагоноремонтный завод. Слово третье. Победа. Пишется в данном случае в кавычках, как название Орловского благотворительного фонда, созданного в прошлом году при поддержке Департамента внутренней политики. Зачинщиками при создании фонда выступили поисковики из объединения «Костер». Вот его руководитель. Дает интервью подмосковным СМИ. Так сложилось, что один из работников Новотранса еще и является внуком бойца, погибшего у нас на Болгской земле. Вот тот внук. Константин Давыдов. В поисках пропавшего деда познакомился с орловскими поисковиками, даже влился в их ряды. Стал одним из организаторов лыжной гонки, которая ежегодно проводится на Кривцовском мемориале в памяти о погибших здесь лыжных батальонах. В том числе в память о его деде, именем которого та гонка и названа. Это горноспасатель, стахановец, лыжник, инструктор, разведчик, легендарный человек, совершивший два крупнейших перехода «Магадан-Хабаров» с длиной более 4000 километров и «Кузбасс-Донбасс» около 4500 километров. Погиб в составе 235-го отдельного лыжного батальона, в котором был командиром отделения. И вот внук Давыдова возглавляет теперь благотворительный фонд «Новотранса». Фонд помогает детдомовцам или, например, администрации подмосковного города Кашира. В прошлом году заводчане помогли с восстановлением этого памятника. На канцелярском языке все это называется корпоративная социальная ответственность. В рамках этой ответственности поддерживаются патриотические движения и поисковики в том числе. Им «Новотранс» решил передать грузовик повышенной всепролазности. Его выкупили у Министерства обороны, где тот был на консервации, и стерли с него масло. «ПС, автомобиль, это страховой полис и карту технического осмотра». Обратим внимание на детали. Раньше заводчане и колхозники, творческие коллективы и пионеры на собранные личные средства передавали на фронт не только отдельные машины, но даже танковые колонны и эскадрильи. Прошло время, и снова заводчане отправляют машины на фронт. Точнее, туда, где были когда-то начерчены линии фронта. Туда, где до сих пор лежат забытые солдаты. И снова техника помогает бойцам уже не воевать, а возвращаться с войны. ГАЗ-66, он же «Шишига», передан Орловскому благотворительному фонду «Победа». И рассчитывать, что он будет транспортом, штабом и временным жильем могут все орловские поисковики, которым потребуется такой кунг на вездеходном шасси на время их экспедиций. Добавим еще одно слово в глоссаре к этому сюжету. Поехали! Сергей Быковский, телеканал Первый областной.